всем привет сегодня у нас будет мастер-класс и будет он на тему украшения дома и для этого нам понадобится всего два ингредиента точнее ингредиента две вещи это розмарин свежий и какая-нибудь веревка нитка лента все что захотите будем мы делать такие подвесные украшения из розмарина и мы будем имитировать елочку и для этого нам нужно розмарин сейчас подрезать потому что вы видите он разный и подрезать мы его будем следующим образом от большего к меньшему создавая как бы условно эту форму елочки ширину самую большую часть вот нижнюю вы определяете сами у меня вот попалась отличного такая вот веточка и я решила что она у меня как раз послужит основанием а дальше все остальные веточки я буду собирать на уменьшение начнем сначала с этого вот у меня приблизительно угадывается форма елочки и теперь нам нужно их просто связать между собой для этого я оставляю немножко нитки снизу оборачиваю приблизительно на серединку и делаю как бы вот узелок петельку старайтесь сделать это посередине чтобы собственно нас потом эти веточки не перевешивались и оставалась нужная нам форма затягиваем делаем небольшой промежуток воздуха это вы тоже определяете сами я думаю что где-то приблизительно вот столько берем следующую веточку оборачиваем и засовываем но единственное что нам нужно отмотать заранее побольше веревки отрезать чтобы нам было удобно завязывать узелки и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пушистые елки, точнее ветви елок, из которых можно либо просто оставить букет, либо сделать такие же композиции, но елка тоже достаточно долго простоит и будет пахнуть хвоей. Так что вот такая вот вам идея. Кстати, эти елочки можно использовать и в оформлении подарка, если вы захотите. А также, в принципе, можно как-нибудь обыграть еще и гирлянду, если ее сюда вплести, чтобы она блестела. Ну а также цветные ленты помогут вам разнообразить данные. Простое, на мой взгляд, и быстрое украшение. Субтитры создавал DimaTorzok